День открытых дверей состоялся вблизи молодежного патриотического центра на свежем воздухе. Запись в кружки происходила по нескольким направлениям. Каждая была представлена на отдельной интерактивной площадке. Поисковая, записавшись в это объединение, есть возможность принять участие в поисках неизвестных защитников Отечества. С прошлого года общественным организациям, кружкам, официально разрешено уже по законодательству участвовать в поисковых работах с визитным указом президента. И мы надеемся, что наша работа в этом направлении, она даст возможность как можно больше найти безвестных защитников Отечества, еще не захороненных. Кроме этого, создание этого центра и такого направления позволяет людям, которые знают, где находятся останки, обладают какой-то информацией, не знают, куда обратиться, они просто придут к нам. Мы рады абсолютно любой информации. Цель объединения истории Брещины – углубленное изучение родного края, а также привлечение слушателей к участию в военно-исторических реконструкциях. Занятия планируется проводить на базе средней школы номер 7 города Бреста. В первую очередь для детей – это сохранение памяти. Наша главная цель – сохранить память. Не воспитать, а сохранить эту память. Основными направлениями нашей работы будут являться, в первую очередь, краеведческое движение, развитие краеведческого движения на территории Беларуси, изучение фортификационных сооружений на территории Брестской области, специальная туристическая подготовка, специальная подготовка поисковика и археолога. И, конечно, центральной частью нашего объединения является подготовка к участию в военно-исторической реконструкции. А для тех, кто предпочитает активный и энергичный досуг, представлено направление военно-тактических игр. На территории центра есть своя «Лазертаг-арена». Преподаватели научат не только быстроте реакции, но и помогут обладать навыками тактического боя и работать в команде. Готовим ребят не просто, как на прокат пришли, поиграли, а для того, чтобы они были профессиональной, сплоченной командой, которая не просто играет в «Лазертаг», она умеет это делать, знает, как правильно передвигаться по полю, действия в обороне, действия в наступлении, работа снайперских пар, ну и все остальные дисциплины прикладные. Хочется подчеркнуть, что у нас пока запись идет, у нас все абсолютно кружки секции бесплатные. Даже «Лазертаг», если у коммерческая цена 10 рублей поиграть стоит в городе, у нас это бесплатно для детей. Мы делаем все возможное, чтобы детей оторвать от компьютеров, чтобы они перестали быть приложением смартфонов, как сейчас это происходит, чтобы они активно жили, активно воспитывались патриотами. Кроме вышеперечисленного, на базе молодежно-патриотического центра будут проводиться занятия по дисциплине защитника Отечества. Планируется ввести еще одно объединение – военные миниатюры. Обучение будет проходить на базе центра, а также в областном центре молодежного творчества и школах города.